Так, вот это начинается с моего прадеда Григория. Когда Евгения Александровна Благовещенская начала собирать по крупицам из книг, газет, архивов, родословную своей семьи, все восемь поколений уместились на одном листе ватмана. В основании генеалогического древа известный томский купец Семен Хромов, которому Евгения Александровна приходится правнучкой. Всего в древе 84 листочка проросших сквозь эпохи войны, реформы и революции. Это вот вы первые смотрите, это никому не показано. Дом Евгения Александровны – это самый настоящий музей истории 20 века. Старинная деревянная мебель, столетние часы, фотоальбомы, книги и даже посуда начала прошлого столетия. Особенно любимой хранительницей семейной старины две вещи. Одна из них – пианино 1914 года – Густав Фидлер, на котором играл муж Евгении Благовещенской. Потом старший сын, а теперь и старший внук. Второй любимец правнучки купца Хромова – раритетный столик для преферанса, хранящий тайны дерзких выигрышей и полных банкротств. Кстати, за этим столиком до сих пор собираются члены семьи Благовещенских. В картишки перекинутся. Мы с моим младшим сыном, который сюда приходит ко мне по воскресеньям обычно, играем в бизик. Это игра для двоих, какая-то старинная игра. А тут играли в преферанс. Впрочем, все это – далеко не самые ценные вещи в доме Евгении Александровны. Главное семейное сокровище она хранит вдали от людских глаз, в секретном ящике. Это самотканная рубаха, губка и шапочка, принадлежавшие когда-то тому самому легендарному старцу Федору Кузьмичу. По крайней мере, так утверждал прадед Евгения Александровны Купец Хромов. В его усадьбе провел последние шесть лет своей жизни старец Федор, ныне местно чтимый святой. Его мощи хранятся в Алексеевском монастыре, а вот единственные уцелевшие вещи – в квартире у томички Евгении Благовещенской. Первый отец Леонид пришел. Первый. Но она была у меня просто завернута, лежала. Я ему показала во всей, так сказать, во всей мощи. Вот он встал на колени, значит, подол ее поцеловал. В общем, вот. А потом просил, не отдам ли ее в храм. Я говорю, конечно, нет. В храме там грабят, что-то у меня будет храниться. С начала 90-х, когда в журнале «Новый мир» впервые напечатали статью о томской хранительнице вещей святого старца, к Евгении Александровне началось самое настоящее паломничество. В ее доме побывало не меньше сотни священников, ученых, журналистов и просто любителей старины. Чтобы любопытные посетители нечаянно не испортили реликвию, хранительница поместила вещи старца под стекло. Так-то оно надежнее будет. Была, например, Матушка Зинаида из храма Троицкого. Она посмотрела и говорит, мне даже кажется, что отсюда что-то идет. Говорит, такое, ну, в смысле, на нее. Ну, кто знает, может, идет. Самая желанная гостья в доме Евгении Александровны – 74-летняя княгиня Мария Романова, ныне живущая в Вене. Она раз в несколько лет приезжает в Томск и обязательно навещает Евгению. Княгиня, несмотря на противоречивые суждения историков, абсолютно уверена, что под видом старца Федора Кузьмича в Томске жил никто иной, как император Александр I. Что до хозяйки реликвии, то она на этот вопрос уже давно нашла ответ. Какой – не сказала, а только отшутилась, мол, семейная тайна. Ну, кто его знает. История разберется, наверное. А вы как думаете? Часто меня спрашивают, как я думаю. Ну, не знаю, может быть, и было, может быть, ну, кто знает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!